Здравствуйте, товарищи феодалы! Меня зовут Фёдор, вы на канале FEDISPLAY и это игра Goin' Medieval на максимальных настройках сложности. Итак, мы продолжаем строительство нашего укрепления, пока что только деревянного, к сожалению. Двое у нас занимаются посадками, высаживают ячмень. Из ячменя, кстати, можно будет алкашку гнать, чтобы они по настроению немножко повыше были. Ну там то же самое пиво, например. Но пиво потребует довольно высокий навык по кулинарке, плюс лекарственные травы. Кстати, травы, может быть, можно было даже и увеличить вот так. Сейчас я бы хотел посмотреть, что тут назна... Так, дальний бой, да. Значит, Асгар номер один соберет, точнее, скрафтит лук. И Асгар номер два сможет этот лук себе уже экипировать. Доня? Что-то у меня Котейкин орет. Доня? Извиняюсь. Кот у меня любитель. Прям во время моей записи ходить и кричать всякое, рассказывают шутки при болотке. Тут, кстати, непонятно в этой... Вот в этой игре дадут ли разработчики котиков всяких и прочую живность домашнюю. Было бы, например, неплохо, если бы здесь, скажем, реализовали механику каких-нибудь мышей или крыс, а коты позволяли этих крыс, ну, товой. Бритва по горлу и в колодец. И у нас в самом начале сразу же набег случился. Собственно, о чем я говорил в предыдущей серии. Нападение третьего пришествия. Их доспехи сверкали, а флаги развивались на метру. На каждом было по три белых креста. Сначала они молились, затем они избавлялись от неверных. Церковь третьего пришествия была столь же беспощадна, сколь фанатична. Примерно как-то так тут написано. Все жители поселения Баркот берутся за оружие, готовясь к сражению. В общем, к нам пришло два великих лучника, четыре грабителя, три искусных лучника и один сверейпограбитель. С этими ребятами я перестреливаться не хочу. Опять же, если посмотреть, их тут шесть-десять человек против четверых наших. Ну, они меня просто луками застреляют. Моментально причем. И ничего хорошего из этого не выйдет. Можно было бы заабузить там какой-нибудь определенного вида киллбокс, но этого делать не хочу. Хотя механика тут позволяет абузы-багаюзы делать. Давайте приготовимся, нажмем на паузу и посмотрим, что у нас тут происходит. Хамон к нам пришел. Вкусный, наверное, хамон. Гарвульф, Уиллом, Нотхельм, Редвин, Эдвард, Берт... Блин, господи, что за имена? Они, конечно, фигуры такие ржачные. Я что-то вообще угораю с этих лоу-поли фигур. Ну, так прям стильно сделано. Хотя, может быть, это от недостатка, опять же, финансирования было. Итак, делаем, значит, следующее. Мне нужен... Несет на склад Татхим Ридли. Так ты разберешь вот эту штуку. Делаешь разборку питерскую. А вы, додики, идите-ка пока внутрь. Асгара нужно будет отсюда убрать, ну, или дождаться, пока он лук допилит. Сколько ему тут осталось? Ну, практически полностью. Отлично. Один мостик готов. Идем сразу сюда. Досок, конечно, нет. И это не очень хорошо. Лесоматериалы. Я думаю, можно было бы успеть часть материалов, наверное, сюда перетащить. Давайте сделаем следующим образом. Так, этот склад увеличим. Я сейчас... Куда здесь можно доски сложить? Я сейчас тогда вот... Так, стопэ. Еще раз. Берем зону, зону склада. Выделяем здесь. Очистить все. Еду убираем. Делаем материалы. Материалы находим. Лесоматериал сюда. А отсюда временно я лесоматериал убираю. Вот. Ты, значит. Переноска. Ты. Переноска. Тхельм. Ты. Переноска. А куда побежишь? Блин. Они вообще... Они тупо проигнорили мою команду и начали переносить какую-то фигню непонятную. Врёвно перенеси. И ты... Врёвно переноси. У идиота, а. Блин, я не знаю. Я не могу с ними. Да сколько можно? Короче, ладно, Асгар, иди внутрь, нафиг. Я понял, что вы уже тупые. Возможно, там эти ребятки просто массово собирают эти брёвна. Я, собственно, зачем это делаю? Я сейчас займусь... Пока у меня осаждающие будут меня осаждать. Давай, скидывай. Вопрос. Нужно ли мне ждать ближников здесь? Или смысла от этого нет? Ближники мне здесь пригодятся для одной простой цели. Экипирую лук. Одежду с них собрать. Что я... Чёрт, я расписание ему забыл поставить. Что сейчас у них одежда... Зимняя, зимняя. А, да у них у всех зимняя одежда. Так что вообще пофигу, что там у них будет. Тогда ты разбирай. Всё, до свидания. Идёшь внутрь? Ну и сейчас вот эти чудесные ребята, они ко мне просто зайти не смогут. И опять же, обратите внимание, у них уже арбалеты. Вот этот арбалет, он просто моих колонистов... Мы говорим, мы тупо будем насквозь дрябить. Большой лук. Это мелкий лук, мелкий лук. Ну, три мелкого лука, арбалетчик. Три мелкого лука, четвёртый большой лучник. Арбалетчик. Это с ними воевать такое, нафиг продыряют. А я займусь вот этими вот делами сейчас. Так что всех отпускаем. Улыбаемся и машем. Дверь сразу же закрылась. Но эта дверь что-то не спешит закрываться. Её можно принудительно запереть, эту дверь. Эйдена сейчас направить. Или Асгара вот этого. Давай-давай, запирай. Сюда и эту... Камера иногда, конечно, убивает просто. Нет, не надо ничего разбирать. Заперто. Так. Риден. Причём он ещё с нижнего этажа это всё сделал. Всё. И сейчас, по большому счёту, мои балбесы наружу даже выходить не будут. И в целом, вот эти разбойники, они даже ко мне не пойдут. Они просто постоят и уйдут. Ну, из-за того, что я очень хитрый. И обороняюсь хитрости. Можно подумать, что это какой-то эксплойт. Да, это... Может быть, не так интересно, не так зрелищно. Но смысла нет своих колонистов просто вот так вот подвергать пустую опасность. Зачем? Это просто нерационально. Так. По работам, значит. Я поставлю добычу. Вот им на пятёрку. Если совсем делать нечего будет. Пускай идут и занимаются добычей. Так. И вход будет... Ну, пускай один будет здесь, второй будет здесь. Три входа. И мы за это время успеем как раз-таки сделать склад. Поизучать там ещё сколько-то технологий, какие получатся. Они, правда, спать всё ушли. По поводу кровати. Ага. Кровать мы новую так и не успели сделать. О, кстати, это хороший повод. Сейчас два часа пройдёт. Потому что у нас строитель основной спать ушёл. И кровать я потихонечку заменю. Так что есть и плюсы в том, что у нас нападения вот такие происходят. Ничего не делают. Это капец. Ну вот вопрос. Каким образом игра дальше будет решать вот эти проблемы? Смогут ли разработчики написать адекватные алгоритмы, которые позволят противнику либо какие-то лестницы приставные туда накидывать? Это помните, как было в этом? В Курсейдер Кингс, по-моему, там, да? Ой, тьфу, блин. Не хватает золота, милордка. Какая игра-то у нас была? Уже это всё в голове. Стронгхолд. Во, Курсейдер Кингс, говорю, это, блин, стратегию перепутать одну с другой. Стыд и позор. Поражение. Лето 1353 года. Осаждённые поселенцы подверглись нападению. Это испытание длилось 6 часов 7 минут. К счастью, все поселенцы пережили набег. Поселенцы предпочли избежать прямого столкновения. Это скорее военная хитрость, чем трусость. Удача была на стороне поселенцев. Вражеское оружие не задело ни одного из них. Всё замечательно. Вот так вот нужно обороняться. Просто как профессионалы просто оборону ведём. Ну что, здесь можно восстановить это всё. Дверь по умолчанию ставим. Эту дверь по умолчанию и... Так, и тут проход. Необходимо залечить раны. Что не так-то? Где залечивайся? Что? Я что ли буду за тебя залечивать их? Давай пол собирай, дяденька. В общем, здесь тоже можно по большому счёту вернуть лесоматериал. То есть у нас какой-то лес есть внутри. И весь остальной лес будет вот здесь, на складах. Тут, к сожалению, к большому, к моему, нельзя приоритеты на складах ставить. Поэтому все склады в данный момент имеют одинаковый приоритет. Это крайне-крайне печально. Вот где-то таким образом будет у нас склад выглядеть. И следующий рейд, скорее всего, уже будет с требуше. Или с требуше томи. Кому как угодно. Так, у нас здесь есть копьё из дерева. Копьё из дерева можно на вот этом станке переработать. Количество один. Крыш пока не успевает собрать. И вопрос, что у нас с раскопками. Так. Здесь можно сделать ещё один склад внизу. Склад по умолчанию. Скорость я понижаю. И сюда указываем еда сырая. То есть любая сырая еда пойдёт вот в это место. Хотя сюда можно и туши указать. Туши животных, кроме костей, ну, человек по умолчанию туда не попадает. Внутри 4,6. Здесь 8,6. Вот это, кстати, мне уже не нравится температура. Да и вот эти ребята гнить начинают. Так что здесь имеет смысл, наверное, склад отсюда уже убрать. Так что давайте я его разберу. Тут всё это перетащат вниз. Так. И рагу, ну и в целом вся еда. Я сделаю склад вот здесь. То есть берём склад по умолчанию, назначаем здесь очистить всё. И сюда ставим блюдо. А отсюда блюдо нужно убрать. А, ну отсюда блюда убраны. Здесь блюд тоже нет. То есть чтобы просто они отсюда забирали, они не успеют испортиться здесь. За небольшой, непродолжительный период. 6 штук. Этого тоже, в принципе, нормально. Повар должен успевать готовить. У нас есть ещё одна кровать. Комнаты здесь не персональные. То есть они прям такие общие. Кто ещё успел, тот, кто и занял. Здесь давайте я сделаю тоже плетёный пол. И, наверное, этих гримык надо куда-нибудь сжечь. Так. Где-то у нас тут... Вот. Впрочем, погребальный костёр. Погребальные костры, они бесконечны. Соответственно, можно будет сжигать там... Ну, сколько нужно, столько и будете сжигать. Я их поставлю куда-нибудь, наверное, вот сюда один. И вот сюда один. Всё равно покойники у меня будут появляться. Хотя даже одного хватит. Пускай здесь будет погребальный. И мне нужно, наверное, сейчас потихонечку начинать возводить какую-то внешнюю стену. Посадки, наверное, будут за внешней стеной, потому что пока не реализована механика сжигания посадок и всего прочего. Так, и Татхельм, ты чем занимаешься? Давайте-ка мы тебе по приоритетам транспортировку, я ему убавлю, строечки. У него добыча тут идёт. Даже вот так вот сделаю. Добыча и строительство. Чтобы он вначале занимался стройкой, затем занимался добычей. Сделаем внизу склады, и я начну строить забор. Так, здесь сжигать труб, количество 2. Это я надеюсь, они сами разберутся. Возвращаем скорость обратно. Ну и сделаем удобный вид камеры, чтобы нам понаблюдать. Опять же, я пока что не делаю печки, которые будут камень готовить или что-то типа того. Потому что у меня есть задача поважнее. Хотя, с другой стороны, можно было бы начать уже, по идее, так-то с большой натяжкой, но делать стену. 1, 2, 3, 4, 5. Кровати. Начнём тогда потихонечку сейчас эти разбирать. Одну кровать я разбираю, и вместо неё строю другую кровать. Вот так. Свободная комната. Да, кстати, мне по исследованиям нужны декоративные сооружения. Я про это совершенно забыл. Поэтому я сейчас одного человека, с учёного моего, отправлю доисследовать остатки. Поэтому снижаем здесь до единиц. Я тогда смогу забустить храмы свои, забустить комнату изучения, комнату науки. Забустить... Ну, здесь не получится забустить, к сожалению, по скорости. Через 2 дня 13 часов. Но должно хватать по времени здесь. В общем, дело полезное. Так или иначе. Тебя, значит, разбираем. Жаровня. Тоже можно разобрать, она не нужна. И вот эту кровать. И здесь вместо неё я... Блин. Почему он именно сюда лёг спать? А не на другую кровать. Опять же, я не знаю, насколько сильно эта кровать в плюс будет. Вот тут вот один труп сейчас горит. То есть он его загрузил, потратил какое-то время, и дальше он сам сгорает. Производство кирпичей работает таким же образом. То есть он подходит, балбес, загружает туда, загружает топливо, загружает, не кирпич, глину, и кирпичи сами по себе начинают производиться. Поэтому имеет смысл собрать, в принципе, эти печки. Но печки собирать я бы хотел, наверное, из известняка. 72 штуки. Опять же, сама печка. Сколько она... А, у меня это ещё не исследовано. Изготовление глиняных кирпичей. Печка потребует 50 глины, либо 50 известняка. То есть одну печку я вполне могу сделать. Ну, известняк ещё можно понаходить здесь, конечно, валяющийся. Чтоб сразу 100 штук было. Я тогда две печки поставлю, и буду глиняные кирпичи жечь. Чтоб мы потихонечку уже переходили в нормальные глиняные стены. Так, здесь ставим дверь сюда, ставим дверь сюда, ставим дверь сюда. Температура 5 градусов, 3,8. Свободная комната. Ну, и здесь, собственно, они всё это раскопают. Но я бы тут, конечно, балки бы, конечно, поставил бы. Вот тут. Потому что здесь вон, здесь вон стенка идёт. Мало ли, обвала никакого не было. Хотя я сомневаюсь, что будет обвал. Тут достаточно мелкие комнаты, внутренние. Поэтому обвала особо быть не должно. Так, по исследованиям. Да, отлично, у нас готовы декоративные сооружения. Открываем технологию. И теперь можно поставить вот сюда, например, деревянный алтарь Братства Дуба. И алтарь воздаяния. Соответствующие улучшения. Они находятся вот здесь. Так. Украшение Братства Дуба. Ставлю две штуки в комнату, и она получает баф на качество молебена. И ровно то же самое. Ага. К нам идёт ещё один товарищ. Закуска для варваров. Некоторые говорили, что рассказы о потомках, поедающих людей, вздор. Я, по-моему, это уже читал. Но все они принялись испуганно креститься, когда... Креститься? То есть у нас здесь уже христианство есть. Но все они принялись испуганно креститься, когда в поселение прибыл Зигмунд, успевший избежать от дикарей, пока они точили свои ножи. Если бы каннибалы пришли за своим обедом, вы бы исключили его из их меню? Ну... Ну, я его приму в любом случае. Блин, а он слабоумный и долго заживляется. Я думаю, мы не будем его брать. Вот эта вот особенность, вот пальцами я показываю на экран, вот здесь вот, в башке маленький мозг нарисован. Это означает, что колонист, он глуповат, и мне такой не нужен. Интеллект 0, две звёздочки. Он будет тупить, будет обузой, ну, его в пене. Вот встань. Не буду я тебя брать. Да, это даст некоторый дебаф, но не более того. Теперь церковь воздаяния. Ставим вот сюда улучшение, вот в комнату. Плохо видно, правда? По две нужно ставить. Сюда ставим... Так, ставим книжные полки, две штуки. Тоже получим баф. Ну, в принципе, это из такого, из основного. Тебя можно разобрать. Получается, на четырёх колонистов у меня кровать. И вот этот склад можно будет потом куда-то перенести, чтобы здесь ещё две комнаты для жильцов у меня было. Надеюсь, я больше ничего не забыл. О, спальня. Да, отлично. Готово. У нас четыре спальни нормальных. Имбецилов мне не нужно здесь. Я, конечно, понимаю, что там много глуповатых было, но... Извини, дружок. Так, здесь в комнате тоже можно было бы бустануть, но здесь нету очага. Как бы и смысла от бонуса никакого не будет. Сгниёт через один день, 14 часов. Вот сейчас добавится или нет? А вот смотрите, проблема. Он это рагу, свежее рагу добавил, и гниение осталось то же самое по времени. Это очень плохо. Это говорит о непроработке механик. Тогда придётся этот склад отсюда убрать и блюдо снести вниз. Так, блюдо сюда, блюдо сюда. Можно было бы куда-то в это место поставить. Сколько здесь температуры? 8,7. Но сюда я, наверное, сделаю склад. Давайте я вот сюда удалю и сделаю склад вот этот. Что у меня здесь на этих складах? Тут... Да, блин, ещё раз. Тут у нас ткани, тут у нас военное дело, тут у нас одежда из еды. Тут у нас бухло. Стимуляторы. И из материалов здесь у нас должна быть солома. Ну, в общем, такие склады. Опять же, механические части там могли бы пригодиться на тех складах. Размечаем склад по умолчанию. Так, что такое? Увеличить зону. Почистить всё. К сожалению, склады тоже копировать нельзя. Указываем хворост. Ой, хворост говорю. Где... Ладно, механические части придётся как-то так выживать как можем. Солома. Одежда. Дальше. Сюда, кстати, траву тоже можно указать. Одежда, травы, ткани, военное дело. Очистить всё. Военное дело, ткани, механические. Так. Солома. Соль, возможно, тоже. Но это потом можно всё распределить. Тоже травы и тоже одежда. Одежда. Пока что будет такое распределение. И отсюда вот этот склад я уберу. Собственно, они всё это перенесут. Здесь надо снести будет... Вот эту стену. Так. Это же эта стена, да? Да. Сносим вот эту стену. Чтобы здесь поставить дверцу и сделать комнату. Потому что если придёт нормальный колонист, я, конечно, возьму его себе. Но имбецилов брать не надо. Значит, ставим сюда дверь. Одну. Ну, вторая дверь стоит, понятное дело. И ставим сюда стенки. Раз, два, три. Если оставлю сюда стенки, снизу придётся тут балку сделать. Чтобы там всё не рухнуло. Ну и здесь, соответственно, тоже балку. О, сколотил. И сейчас вот здесь, обратите внимание, помещение библиотек. Соответственно, у нас получается бонус. Да и можно помещение посмотреть вот здесь. Так, нет. Это не то. Вот, комната. Верхний этаж. Блин, всё сливается. Короче, верхний этаж, библиотека. Здесь храмы всякие разные. Здесь можно посмотреть. Кухня, мастерская, библиотека. Часовня, храм. Ну вот это всё. Я опять же это уберу, чтобы оно мне тут не мешало обзору. Чуть позже ещё можно будет мастерскую наладить по-нормальному. Так. Татхельм у нас продолжает копать. Молодец. Хотя можно, можно балку, в принципе, было и здесь поставить. Вот так. Чисто для симметрии. Чтоб обвалов никаких не было. И у меня всё никак не могут переработать остатки. И опять же у меня складов сейчас никакого нет. Если появится какая-то одежда дополнительная или что-то ещё, это будет некуда складывать. Увы. Так. Здесь. Куда бы тебя поставить кровать? Вот сюда. И вот сюда. Мы сейчас часть соломы на кровати пустим. Итого у нас получилось 6 кроватей. Но при обстреле, конечно, эти кровати могут очень быстро уйти. Вот они уже пятый день лета до сих пор продолжают высаживать ячмень. Не знаю, успеет он там созреть или нет. Здесь осталось 8 дней. Этот успеет точно, этот непонятно ещё. И нужно по-прежнему обеспокоиться по наличию места. Потому что сейчас у меня будет массово созревать урожай. Урожай мне нужно будет где-то массово опять же хранить. Так. Кровати готовы. 100 соломы. 40 соломы 60. Эти можно было бы объединить два стака. Подожду, пока этот хельм выкопает. Вопрос, где мне строить первую какую-то стену свою? Давайте, наверное, сделаем... Блин. С камнями, конечно, не всё так однозначно. Ладно, этот хельм докопает. Я сделаю здесь ещё, наверное, дополнительный ров. И поставлю здесь уже печки. Чтобы они начали у меня уже гнать кирпичи. И уже с помощью этих кирпичей я в итоге буду стенку строить. Это можно собрать. Здесь вот куча глины. Можно будет её принести. О, здесь ягоды почти выросли. Продолжаем. По исследованиям. Что мы можем сделать? По исследованиям дальше. Можно декоративные знамена какие-нибудь фигануть. Там на них котик будет нарисован. Но у нас льняного полотна нет. Чтобы ставить декоративные знамена. Потому что тут вот есть. Но полотна нет, к сожалению. Есть кости. Можно голову оленя куда-нибудь в комнату поставить. В назидание. Но, опять же, эти все украшалки, они подойдут для Great Hall. Тут есть большой зал. Так же, как в Oxygen Not Include. Он даёт небольшой баф, небольшой бонус. По настроению, что ли. Или там что-то типа того. Где его строить, я пока не знаю. Вообще, правильно было бы его, наверное, на первом этаже делать. Этот Great Hall. Но на первом этаже у меня спальня. Так что, может быть, я вот здесь вот замок начну строить. Новый. А это будет такая пристройка деревянная к нему. Вот здесь уже можно будет этот Great Hall замутить. Он будет как первый этаж. Он будет с каким-то каменным кирпичным полом. Ну вот, примерно так это пока себе представляю. Как это окончательно будет выглядеть, я, естественно, знать не могу. Потому что фиг его знает. Надо ещё до того момента доиграть вначале. Теперь давайте здесь опять же плетёный пол. Другой пол тут совершенно необязателен. Тут, кстати, можно вполне ещё и вниз забуриться на один уровень. И там раскопать большой ход. Можно сделать подземный ход. И где-нибудь в стороне от карты выходить. Ну или... Вообще сделать ход большой, прям до каждого края. Если вдруг там трибушей окажутся, туда десант группу высаживать. Убивать быстро трибушей. Так, понижаем скорость и делаем склад. Температура 3 градуса, 4 градуса. Ну, замечательно. 3 градуса. То, что нам надо. Это довольно неплохая тема сделать секретный ход. Очистить всё. Здесь у нас будет еда. Ну, пускай будет сырая и туши животных. Там, кстати, олень ходил. Я думаю, можно было бы заохотиться на него. Надо только посмотреть, кто у меня топовый по стрельбе. Смотрим по охоте. Три... А, сортировка здесь невозможна ещё. Три, шесть, один, пять. Эйден. Давай к тебе. Надеюсь, оленяшу этого не спугнёшь. Всё-таки это кожа, это мясо. Можно использовать будет на бронежилеты на какие-то. А он уже заранее убегать начинает. И ещё и не попал. Ну, ты красавчик, блин. Будет смешно, если он ко мне в хату забежит. Откуда здесь кровь, если олень целый? Как это работает? Во, попал, наконец-то, в оленя. Попал ещё раз. Олень начинает просто ходить. Вот если его самого направить, атаковать, будет ли он за ним бегать? Давайте посмотрим на максимальную скорость. Видите, с какого расстояния он в него бьёт? И не попадает вообще ни разу. Я не знаю, конечно, здесь есть ли влияние от расстояния. То есть на максимальном расстоянии максимален ли шанс попасть? Готов олень. Жители несчастны? Чё, что несчастнень-то? Убежище отказано. Сколько это будет? 11 часов ещё. Я надеюсь, это перетерпим. Неприглядной одежде. Хочет есть. Но я вам пока одежду никакую шить не буду. Да и у нас и льна нет. Не все прихоти, как говорится. Вам, думаю, и так хорошо будет. 7 дней осталось. Итак, посадки все готовы у нас. Я надеюсь, этих запасов нам с избытком хватит на зиму. Даже если учесть то, что к нам может кто-то дополнительно прийти. Ещё какие-то там калеки, сиры и убоги. Вот кого-кого имбецилов я, конечно, брать не буду в колонии. Всех остальных, пожалуйста. Хромых, косых, кривых. Но не имбецилов. Так. Есть ли смысл высаживать новую траву? 8 дней. Да, хватит ещё. Лето плюс часть осени должно вырасти. Я надеюсь, по крайней мере. Это будет 4, 6, 2 день осени. Но должны ещё травы эти вырасти. Капусту, я думаю, можно будет ещё на один оборот посадить. Капуста тут достаточно так быстро вырастает. Асгар изучает по исследованиям. Варка эля. Это можно было бы сделать, но, во-первых, если варить, допустим, плохое вино из ягод, оно будет вариться очень долго, его будет, ну, его очень быстро выпьют. Но можно на конкретно какого-то там жителя было бы это назначить. И, в принципе, думаю, возможность, наверное, такая есть. Так. Возможность такая есть. Да, давайте сделаем, сварим один набор бочек. Но я варку сделаю вот здесь, на втором этаже, потому что она температуру выделяет. Сама пивоварня. Где-нибудь... Тут у меня мастерская будет. Здесь вот центральный ход. Центральный ход в три клетки шириной. Вот так можно поставить. Если здесь сделать три окна, если здесь сделать три окна, то тут получится, по сути, комната, которая будет... Ну, которая не должна нагреваться очень сильно. И давайте в выборе поставим... Так, не то. Да, блин, хорош. Еще раз. Короче, паузу. Без стимуляторов. Опять же, повар сейчас должен все-то сварить. Это поганое вино. Грибы можно собрать. И здесь заказываем терпкое вино в количестве одной штуки. Ну, можно даже две, ладно, сделать. Две, два раза. Два стака. Сколько там? По десять, один стак. Ну, или может, чуть больше. Точно не могу пока сказать. И здесь нужно тогда указать, что сюда тоже можно складывать вино. Так, вино у нас находится в стимуляторах. Вот, вот так сделать. Здесь тоже стимуляторы. Что сюда я пока разместить не могу. Вот он пошел, асгар варить. Готовы у нас еще одна комната. Здесь, естественно, делаем плетеный пол. Так как у нас хвороста дофига. Да, хвороста много. Но можно, хворост очень быстро собирается. Потому что деревь нарубил. И все, вот тебе хворост. Вот это, кстати, руда. Акатыш. Из него можно будет стальные слитки делать. Но стальные слитки там... Куда вот их применять? Латой слиток офигануть, чтобы не пробивали тебя. Опять же, я не знаю, насколько много урона будет Требюша наносить, если попадет в прямую камнем просто колонист. Вообще, давайте здесь везде сделаем плетеный пол. Они просто быстрее бегать будут. Хотя нет, быстрее бегать они не будут. Он скорости, наверное, не дает. Так. Описание. Информация. Да, скорости нет. Кирпичный пол точно скорость дает. Там 120, что ли, процентов передвижения. Вот там имеет смысл делать. Но что-то по грязному полу ходить. Давайте нормальный застелим. Лишним не будет. У нас прям такая цивильная деревянная хата уже получилась. Еще бы льна собрать и знамен везде навесить. Что у нас по Геральдике. Да, здесь же есть регион, вот можно посмотреть. Мы сейчас вот в этом месте находимся. У нас по Геральдике котик, который смотрит на Луну, и там летает птица. Вот такое влияние. Не знаю, на что это влияет в целом по региону. И когда они до конца это все реализуют. Вот здесь еще бак, вот в верхнем углу видно, что кусок моего влияния заходит вот сюда. Карта, видимо, некорректно отображается на больших мониторах. У меня 4К здесь. Из этого вот может быть вот так. Красные это враги. Скорее всего, к ним можно будет караваны потом пускать. Ну, по крайней мере, в родмэпе заявлено такое. Как будет по факту, это я уж без понятия. Эйден собирает капусту. Так, что еще по исследованиям нам прям совсем нужно? Портняга бы пригодилась, конечно, одежду на нормальную заменить. Но у меня пока что с материалами все плохо. Да и у меня наверняка нет швии никакой нормальной. Ферментация 30%. Терпкое вино. Терпкое вино, эль, пиво и уксус. Делается в этой фигне. Так, снизу полы готовы. Можно сделать тогда склад. Очистить все. Копировать. Слушайте, а можно? А, тут не настройки копируются. Тут просто склад копируется. Блин, ну это ужасно. Костей здесь не надо. Человеков тут не надо. Еда сырая. Ну и блюда можно тоже до кучи сюда поставить. И Так, где у нас стимуляторы? Тоже сюда. Надо дождаться, чтобы еще один погреб был готов. У нас уже так нормально. Погребов 5 штук. Так, чем вы занимаетесь? Ага. Доделали почти все полы. Вот здесь опять же состояние. Часовня, церкви, воздаяние. Можно посмотреть. Вид комнаты. Описание. Информация. Это аскетичная, но красивая комната, созданная для молитв. Здесь поселенцы могут вызвать своего создателя к милосердию. Благодарить его за хороший урожай. Или созерцать бесконечность. Как-то так. Этот камень, кстати, нужно отсюда унести. Хотя, можно было бы, конечно, печку и сверху поставить. Печку, в которой будут клинины крепичи делаться. Но я все же, наверное, здесь их сооружу. Чтоб здесь стенку потом сделать под наш будущий замок. Но тут надо, наверное, будет посчитать, сколько сделать блоков ров. Чтоб у меня такой прям квадратиш-практиш-жгут получился. Ну, и отступ в две клетки от рва можно уже будет собирать стенку. Хотя, честно говоря, что-то я побаиваюсь. И стенку бы уже какую-то собрать здесь. Я параллельно, наверное, буду собирать стенку внешнюю. Деревянную, хотя бы для начала. С отступом, допустим. Ну, сколько здесь отступ? Один, два, три, четыре. Ну, с отступом в четыре клетки. Чтоб у нас все одинаково везде было. Так, сколько у меня древесины? От древесины у меня очень мало, к сожалению. Давайте тогда поставим на вырубание лес. 50. По крайней мере, тот, что созрел. Тоже 50. 21, 30. И внутренний плюшкин требует, чтобы наиболее эффективно лес вырубался. Так, это вырубаем. Здесь тоже можно 45 вырубить. Но это, конечно, не 50. Не знаю, насколько лес защищает от выстрелов из трябюше. Чтоб они как-то кривовасто летели. Так, это сюда. Я надеюсь, хотя бы часть стены хватит сделать из вот этого леса, которое я сейчас тут вырублю. Асгар вполне активно тут все собирает. Молоток. Доступно новое исследование. Исследовать... Я пока смысла не вижу, пускай он дальше книжки продолжает фигачить. Тут книжек уже достаточно много. Нужно потом будет куда-то их перенести. В отдельное какое-то укрепление, чтобы их не размотало, ничего там. Что их могут уничтожать. Довольно шустро. 22 гриба у нас, 6 рагу. Количество рагу, кстати, можно... Так, нет, не то. До 8 штук поднять. Грибы. Так. 20 дней. Вот эта рагу куча, пока, наверное, не ее полностью не съедят. Она так и будет с этим дебафом висеть. Даже учитывая то, что тут холодно. Только... О, бухлище готово. Терпкое вино куча. Теперь можно посмотреть, кто у нас самый несчастный. По настроению. От татхельма все плохо. У него... У этих все хорошо. Давайте татхельму назначим все стимуляторы. Пускай тут бухает. Балка ставим сюда. И сюда. Что-то я про них забыл. Чтобы у нас все тут по красоте было. И здесь нужен пол. Вот так вот. И у нас, в принципе, готовы склады под еду. Так, куда этот хельм убежал? Ты бухать пойдешь или нет? Вот же у тебя. Берет ресурсы для постройки. Что-то не хочет он прибухивать. Сейчас он соберет внутри и можно, в принципе, будет внешнюю стену начинать. Собирать первую. Все-таки вначале, наверное, стену из дерева сделаю. Потому что стену каменную можно потом вторым слоем будет делать. Вставая на эту деревянную стену, чтобы никому не мешало ничего. Внутри можно будет здесь еще посадки сделать. С деревьями, чтобы всегда лес был. Опять же, это позволит и ремонтом заниматься, и чем-то вот таким вот. Эйден мучается без выпивки. Блин, его тоже, что ли, ставить? Давайте Эйдену тоже разрешим все стимуляторы. И, возможно, имеет смысл время досуга немножко увеличить. Вот так вот. Тут что-то они какие-то вообще грустные все. Ну вот, он, походу, пошел бухать. Да, пьет. Требования по спирту. Ну, как-то он слабо удовлетворил их. Тут, опять же, по здоровью сразу желудок просел. То, что он забухивает. И вот от хельма сейчас то же самое будет. Хочет есть. Как-то странно обозначается. Он же сейчас не хочет есть. Он же сейчас в данный момент ест. А вот этот вот бухает. Вот сколько сейчас на желудок это повлияет? Чпоньк. Поел за столом. Но по спиртному требованию он так и не удовлетворил до конца. И это... Вот эти двое, они сейчас просто все вот это выпьют. Терпкое вино. Сколько времени вот оно производилось тут? Недостаточно ресурсов. У нас не хватает ягод на это дело. А ягоды они собирать что-то не спешат. К сожалению. Блин, лишь бы нам на зиму хватило. И да, что-то я уже переживать начинаю. Со всем этим винищем. Тут тоже ягоды не спешат собирать. Может быть надо приоритетами поиграться. Чтобы все-таки на сбор-то максимальный приоритет был. А не вот это вот все. Ну что вы, собрали там подвал? Да, подвал собран. Давайте тогда сделаем склад. Склад по умолчанию. И сюда тоже очистить все. Еда, блюдо сырая. И стимуляторы. И туши, кроме костей. Вот так вот. Все, будет у нас вот такой запас по еде. Олень. 18 часов. А что здесь? Почему ты так быстро гниешь? Давайте оленя я, наверное, на разделку отправлю. Чтобы у нас мясо было. Так. Поработаем теперь. Татхелем. О, у нас есть еще один олень. Эйден. Пожалуйста, заохоть себя на оленя. Вот прям вот вообще с близкого расстояния. Ну, хоть как-то попал. А то совершенно все плохо было. Больше тут никаких оленей рядом я не наблюдаю. Вот что он стоит? Я ему приказал идти, а он просто стоит. Алло, игра. Соберись. Не попал в оленя. К сожалению. На автоохоте он бы, наверное, целый день потратил, и то бы его не убил. Потому что он начал бы стрелять с максимальной дистанцией. Там на пути у него были бы деревья, еще что-нибудь. Броня не пробита, и вот это все. Тут, кстати, можно сразу еще одного оленя разделать. Эйден где-то снизу поел. Они почему-то иногда хавают не за столом, а внизу. Я не знаю, с чем это связано. Это какие-то баги с приоритетами и со всем остальным. Как эти баги лечить тоже непонятно. Ну, или не вполне понятно. Кулинарное дело пробустилось. Срезание. Надо, наверное, сбор моим ботаникам Асгару и Эйдену увеличить на единицу, чтобы они в первую очередь сбором занимались ресурсов сейчас. Потому что достаточно много несобранных. Тут вот грибы, например, всякие. Жители измождены. Так спать иди изможден. Грибы соберем. Блин. Почему, когда все выделяются? Здесь нет иконки собрать, а вот приоритет от этих грибов идет. Травушка, муравушка тоже пригодится. Это все можно пособирать. Из этого и всего можно вино будет делать. Жители измождены. Эйден, ты что-то спать не идешь, а? 10 часов. Ну, сейчас должен пойти уже. Так, ну что? У нас готовы склады, готовы все погреба. Мы отбили рейд. Ну, как отбили? Условно говоря, отбили. Ну, отбили же. Просидели в подвале. Ну, и мы готовы к тому, чтобы начать возводить уже финальную стену практически. Но я думаю, этим заниматься мы будем уже в следующем эпизоде, потому что на сегодня наша полномочия все. Так что всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Всем до скорых встреч и покеда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok